Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Юрий Аксёнов, и сегодня я подготовил для вас подборочку из пяти новинок, которые, по моему мнению, достойны вашего внимания. Благодарю всех, кто ставит лайк под видео и тем самым поддерживает канал и мотивирует меня. Первая игра, которую я хочу вам поведать, называется Fear the Walking Dead Dead Run. И первое, что я сразу же хочу сказать, так это то, что данная игра выпущена студией, которая подарила нам популярную и любимую многими стратегию The Banner Saga. В этот раз они решили попробовать себя на поприще чисто мобильных игр и сделали что-то типа раннера, а если быть точнее, наверное, тира. Ваш главный герой будет автоматически бежать, а ваши задачи будут вовремя реагировать и стрелять в появляющихся на вашем пути зомби. Если же вы не успеете застрелить зомби, то вам придется сражаться в рукопашную, путем множественного нажатия по экрану. Говоря о геймплее, то стоит отметить, что несмотря на весь скептицизм, игра получилась весьма неплохая и затягивающая. В первую очередь здесь хочется отдать дань графическому стилю и создаваемой им атмосфере. Радует, что персонаж бежит неренейно, а осуществляет различные повороты и заходит в здание. Помимо этого разнообразие игре добавляет и ракурс камеры, который периодически будет меняться. Говоря об игровых режимах, то их здесь два. Это сюжетная кампания и свободный забег, в котором вы сможете соревноваться с другими игроками, кто пробежит дальше всех. К реальным недостаткам я могу отнести только оптимизацию. Игра идёт не совсем плавно, а на некоторых устройствах, возможно, даже вылеты. Но я надеюсь, что скоро всё это подправят. Вторая игра называется Space Fuzz. Она представляет из себя весьма необычный проект, сочетающий в себе сразу несколько жанров и игровых механик. Сюжет игры достаточно абсурден и рассказывает нам о космическом бомже, который отправляется на поиски похищенной коробки, в которой он жил и совершенно никому не мешал. Благодаря своей абсурдности, по мере прохождения игра сможет вас не раз повеселить. Говоря о геймплее, то он чем-то напоминает бои стенка на стенку. У вас накапливается энергия, которую вы сможете использовать для создания боевых дронов. Каждый из них наиболее эффективен против предыдущего по стоимости создания, благодаря чему вы сможете создавать тактики и стратегии. Помимо боевых дронов в бою вы сможете использовать питомца и бустеры. Питомец находится позади вас. Нажав на него и перемещая по траектории, он будет выстреливать и тем самым уничтожать приблизившихся врагов. Действия бустера в принципе стандартны и не нуждаются на мой взгляд в описании. Помимо сюжетной кампании, в которой вам предстоит сразиться с множеством противников, прежде чем вернуть свою коробку, в игре присутствует и мультиплеер, который позволяет играть в режиме Hot Seed, то есть на одном устройстве. И это также бесспорно круто. В игре мне понравились следующие моменты. Это приятная рисовка, присутствие юмора, ну и сам геймплей, который к слову отлично сбалансирован и потребует от вас как тактики, так и скорости принятия решений. Казалось бы, бесспорное преимущество здесь в один момент может развернуться и привести к поражению. Единственный момент, которого пожалуй не хватает, это онлайн мультиплеера, в котором бы можно было помериться силами с другими игроками. Следующая игра представляет из себя шутер под названием Dead End Street. Вам, находясь внутри автомобиля, необходимо ввести жесточайшую защиту от толп наступающих на вас зомби. В вас имеется три вида оружия, это пистолет, граната и нож. Патроны и прочие боезапасы в игре не ограничены, имеется только время их перезарядки, которое при неправильной тактике будет серьёзно усложнять игру. Оружие вы можете улучшать, а также покупать новые. Помимо этого, при повышении уровня героя вам будут даваться очки умений, которые также помогут вам повысить вероятность выживания. Игра получилась, на мой взгляд, весьма годной. Особенно радует тот факт, что донат не давит, и вы можете совершенно спокойно пройти игру без единого вложения. Далее в моём списке идёт аркада под названием Don't Be Squad. В ней ваша задача заключается в том, чтобы рисовать путь для вашего героя, который безостановочно бежит вперёд. Главная загвоздка состоит в том, что нужно рисовать путь так, чтобы избежать всех ловушек и опасностей, что при нарастающем темпе игры весьма непросто. Игра не бесконечная, как можно подумать на первый взгляд, а состоит из нескольких хорошо продуманных и достаточно длинных уровней. За донат вы можете воскрешаться, но согласитесь, тогда весь хардкор и прелесть игры сразу же улетучиваются. Завершая сегодняшнюю подборку, игра про скалолазанье Climb a Mountain in your Pocket. Особенность игры кроется в управлении, которое хоть понятное и простое, но вызывает серьёзную сложность. Нажимая на левую и правую стороны экрана, вы можете хвататься соответствующей рукой за выступы. Отпуская экран, персонаж будет осуществлять что-то типа прыжка, причём нужно будет успеть ещё и зацепиться. Вообще, все нюансы управления объясняются внутри игры. Если честно, на словах это объяснить очень и очень сложно. Нужно просто брать и пробовать. И на этой прекрасной ноте я бы хотел завершить сегодняшний выпуск. Благодарю всех за просмотр, не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока и до скорого!